Словения решила задействовать армию, чтобы справиться с потоком беженцев, которые хлынули из соседней Хорватии. О готовящихся радикальных шагах заявил премьер-министр страны. По этой же причине Венгрия сегодня закрыла для беженцев так называемую «зеленую границу». Между тем, среди жителей Евросоюза все больше распространения получают ксенофобские настроения. Евгений Завадский продолжит тему. Они были последними, кого венгерские пограничники пустили в свою страну. Ровно в полночь мечта тех, кто спешил, но не успел, превратилась в высокий забор и матки колючей проволоки. Венгрия достроила стену. Нелегалам вход запрещен. Для них двери работают только на выход. Остаются открытыми только те места, где можно перейти границу легально. Также создаются две транзитные зоны для тех, кто хочет зарегистрироваться, подать заявление на статус беженца и попасть в страну на законных основаниях. А значит, в Центральную Европу остался, по сути, единственный протаренный путь – через Хорватию. Превращаться в один большой лагерь для беженцев в Загребе не хотят. На границах и так уже пробки из автобусов, битком набитых людьми. Мы перенаправляем поток беженцев в Словению. Конечно, мы должны уважать все правила, хотя у нас пока и нет точных договоренностей. Но важно, чтобы славянская сторона принимала зарегистрированных у нас беженцев, которые едут дальше – в Австрию и Германию. Но в странах, которые кажутся беглецам землей обетованной, все меньше радушия. Житель Кёльна, тихий безработный, тяжело ранил ножом кандидата в городоначальники Генриетта Рейкер. И чуть не зарезал еще четверых только за то, что она агитировала за прием беженцев. Поесть и обогреться им, конечно, дают. Очередной поджог приюта немецкими радикалами, конечно, осуждают. Но Ангела Меркель все настойчивее говорит о необходимости транзитных зон и временном восстановлении пограничного контроля. Причина проста – кончаются деньги. Мы не должны принимать каждого. Люди приходят к нам по экономическим причинам. И как бы ни было это тяжело, им нужно сказать – нет, вы и ваша семья должны покинуть нашу страну, иначе мы не сможем принять кого-то еще. Германию будоражат слухи о том, что платой за ее гостеприимство может стать повышение налогов. На содержание беженцев понадобится...